Здравствуйте! В эфире программа «Тень города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Мусор вне закона. Хозяев Турлатовской свалки обязали очистить территорию. Дело государственной важности. Росгвардейцы проверили окрану объектов ТЭК. Петров пост. В чем его особенности и почему он так важен для христиан? Собственника свалки в поселке Турлатова Рязани обязали очистить территорию шлама-накопителя от несанкционированного мусора. Об этом полигоне с химическими отходами мы уже рассказывали два года назад. Его возвели на месте бывших шлама-отстойников, представляющих из себя огромные бетонные ванны завода «Химволокно». Во время работы предприятия там складировались и хранились отходы предприятия. Теперь же территория промышленной площадки в частной собственности. Это незримое. Фактически перешедшее в юридическую плоскость противостояние с Турлатовской свалкой у природоохранных прокуроров продолжается уже больше 10 лет. За это время хозяев не раз штрафовали, а мусорный полигон даже закрывали через суд. На нем сегодня расположен самый настоящий склад использованных автомобильных покрышек, бочек с мазутом, отслуживших свое, пластиковых канистр и других химикатов. По данным следствия, в 2014 году на территории промплощадки размещались отходы нефтепродуктов, а в 2016 и 2017 годах – концентрированную серную кислоту. Результаты специальной экологической экспертизы показали, что вещества нанесли существенный вред окружающей среде из-за загрязнения почвы нефтепродуктами до высокого уровня. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры проведена проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления. Установлено, что организацией для размещения отходов, в том числе несортированных, бытовых, строительных отходов, нарушения законодательства, используется не включенный в специализированный государственный реестр и в территориальную схему шламонакопитель номер один, который расположен в районе Турлатова, объект, который ранее использовался заводом «Химволокно». Начиная с 2006 года, Турлатовский полигон, он же шлаконакопитель номер один, переходил из рук в руки. Но все собственники, так или иначе связанные с полигоном, не предпринимали никаких мер по устранению этой самой свалки. К слову сказать, собственник свалки менялся 16 раз. Лишь ненадолго свалка прекращала свою работу, а с каждым появлением нового хозяина продолжала действовать, как ни в чем не бывало. Пока прокуратура не стала действовать жестче. И в конечном итоге Рязанский областной суд удовлетворил ее требования в отношении ООО «Стелар». Решением суда требования прокурора удовлетворены на организацию, эксплуатирующую шламонакопитель номер один. Возложена обязанность освободить территорию шламонакопителя от отходов производства и потребления. Устранение нарушений закона взято прокуратурой на контроль. Трулатовская свалка с отходами летом 2019 года стала известна на всю страну, когда областные активисты придали факт загрязнения Всероссийской огласки. Тогда они обратились в новостной паблик с миллионной аудиторией. Стражи закона взяли Трулатовский полигон под особый контроль и обещают не закопать топор войны. По крайней мере, пока все недостатки не будут устранены. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сотрудники Росгвардии за полгода устроили комплексную проверку охраны практически всех стратегически важных объектов топливной энергетики. Государственный контроль – одна из главных задач силовиков. В Рязанской области эту функцию выполняет подразделение Государственного контроля управления. Цель прибытия – ваши документы. Покажите, пожалуйста. Росгвардия, Лушников, удостоверение. Будь ты посетитель или проверяющий, на входе обязательно предъяви документы. Контроль превыше всего. На объектах ТЭКа этот постулат особенно важен. Национальное достояние как-никак. Тем более, что сотрудники Росгвардии и пришли с комплексной проверкой. На территории региона осуществляют свою деятельность 15 подразделений охраны и свыше трех десятков категорированных объектов ТЭК. В ходе государственного контроля проверяется соблюдение обязательных требований законодательства в сфере осуществления охранной деятельности, а также обеспечение антирористической защищенности и безопасности. Как работает телеглаз системы видеонаблюдения и рупороповещения сотрудники Росгвардии проверяют в первую очередь. Плюс исправность охраны сигнализации и инженерно-технических средств защиты на каждом из объектов. А это и Новорязанская ТЭЦ, ОГК-2, Рязанская ГРЭС и другие. На сегодняшний день проверили восемь. Идеально работают не все. В ходе этих проверок в основном выявлялись недостатки, связанные с состоянием инженерно-технических средств защиты, исправностью охранной сигнализации, работоспособностью систем видеонаблюдения и оповещения. В случае выявления нарушений выносится предписание на их устранение. А при наличии оснований виновные привлекаются к административной ответственности. Основания такие были. С начала года нашли 26 нарушений. Сотрудники Росгвардии уже выписали пять предписаний на их устранение. А на особо отличившихся уже составлено два протокола об административном правонарушении. Как раз за неисполнение тех предписаний, что выдали раньше. Оно и понятно. Объекты топлива и энергетического комплекса – это национальная безопасность. А значит, соблюдение всех правил – это уже дело государственное. Выходные выдались жаркими во всех смыслах этого слова. В службу МЧС то и дело поступали звонки о возгораниях. А на дорогах города одно ДТП сменяло другое. За три дня случилось сразу 16 аварий, где погибли и пострадали люди. На кадрах любительской съемки автомобиль «Лада Веста». Предварительно именно водитель этой машины и стал виновником аварии, говорят в госавтоинспекции. 20-летний скопинец не убедился в безопасности маневра и врезался в «Лексус». Да так, что машину снесло в кювет. В аварии пострадала водительница иномарки. Ей оказана медицинская помощь. И это, увы, не единственная авария. Вечером 18 июня в городе Рязани, вблизи дома номер 63 по улице Гагарина, 24-летний рязанец, управляя автомобилем «Фольксваген-джета», по предварительной информации, не предоставил преимущества проезда и совершил наезд на велосипедиста, 26-летнего местного жителя. В результате этого дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. А это уже сегодняшние фотографии. Авария произошла в Рыбновском районе. Фура столкнулась с легковым автомобилем. Обошлось без погибших. Пострадал водитель легковушки. Ему оказана медпомощь. Обстоятельства происшествия уточняются. Всего за выходные зарегистрировано 69 аварий, где был причинен материальный ущерб автовладельцам. Общее число нарушений за последние три дня – больше 10,5 тысяч. На территории региона выявлено 319 нарушений, связанных с управлением тонированными транспортными средствами. Три нарушения допущены водителями автобусов. 31 нарушения правил дорожного движения совершены пешеходами. 12 нарушений допущены водителями мототранспортных средств. А также пресечено 38 нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Еще одна интересная статистика. За три дня, два выходных и пятницу инспекторы остановили 34 пьяных водителя. Семеро из них отказались пройти освидетельствование. Четверо же из общего числа сели за руль в таком состоянии повторно. А это уже уголовная статья. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Павел Молков назвал четыре пути для улучшения здравоохранения Рязанской области. Об этом в Рио губернатора обмолвился в своей поздравительной речи 19 июня, в день медицинского работника. Конкретно Павел Молков предложил развить службу экстренной помощи, усилить профилактику и раннюю диагностику болезней, повысить доступность медицинской помощи в отдаленных районах, а также поднять на новый уровень высокотехнологичную медицину. Кроме этого, в Рио губернатора поблагодарил всех медицинских работников и пожелал им, цитата, «беречь свое собственное здоровье». Жителям поселка Качево и Мордасово власти намерены отремонтировать все основные дороги. Причем проект уже готов. Стоимость всех работ порядка 80 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на встрече главы администрации Рязани Елены Сорокиной с жителями этих населенных пунктов. Как уточнила мэра на своей страничке в соцсети, цитата, «протяженность участка 2857 метров». Он предусматривает уширение проезжей части до 6 метров на участке от улицы Качевской до поселка Качево с устройством тротуара и освещения. Непосредственно на территории Качево и Мордасово ширина участка составит 3,5 метра из-за плотной жилой застройки и частных домовладений. На дороге обустроят искусственные неровности для обеспечения безопасного скоростного режима. «Будем выходить с заявкой в региональный Минтранс в этом строительном сезоне», – в начале августа заявила Елена Сорокина. А пока что в самых плохих местах проведут грейдирование. «Нам надо этот проект. Он дорогой, он хороший. Мы старались ему участвовать. И ваши пожелания. Все, что вы говорили о джипе. Старались все, вплоть до пешеходных переходов и ширины дороги. Теперь нам надо его с вами обязательно продвинуть. Обязательно». Петров пост стартовал с сегодняшнего дня для православных христиан. Каждый год дата начала, что называется, плавающая, а продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Зависит это от даты празднования Пасхи. В чем особенности? Расскажем далее. «Каждый пост имеет свои основания. И пост Петров, или как его еще называют апостольский, посвящен подвигу святых апостолов. Дух святой просветил учеников Христа, чтобы они могли идти во все концы света и нести слово истины». «Пост этот имеет древнее происхождение, поскольку подвиг апостолов, он очень почитался христианами, и поэтому подражали еще тогда, в древние времена. Но сложился он уже окончательно в IV веке, когда стал повсеместным. Пост в древности вообще отличался от постов, которые держат сейчас, потому что раньше в древней церкви постом называлось полный отказ от еды». Троица или Пятидесятница – день, когда Дух Святой сошел на апостолов, чтобы открыть слово Христа. После чего апостолы получили жребий идти с миссией и дойти до края земли, донести весть о воскрешении Христа. Вспоминая апостолов, мы вспоминаем тем самым, что каждый христианин причастен к этой миссии. «В настоящее время пост имеет разную длительность. Самое короткое – это 8 дней, самое длительное – 42 дня. Связано это с тем, что пост начинается через неделю после дня Пятидесятницы. А день Пятидесятницы – это 50-й день после Пасхи. Поскольку даты празднования Пасхи всегда разные, вычисляется особым образом, то, конечно, и День Святой Троицы будет приходиться на разные числа. И пост апостольский также будет начинаться в разные дни». В период поста христиане почитают память святых апостолов Петра и Павла и стремятся достичь духовной чистоты через воздержание и молитвы. Также в это время принято совершать добрые дела. Пост не так строг, как великий, но требуется средоточение на духовном начале. «Святая Церковь в День Всех Святых накануне поста напоминает нам Евангелие и слова Христа. Кто исповедует меня перед людьми того, и я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня того, и я отрекусь». А вот заканчивается апостольский пост всегда в один и тот же срок – 12 июля, в День памяти апостолов Петра и Павла. Самая маленькая возможная продолжительность – 8 дней. Самая длительная – 42 дня. В этом году он продлится 22 дня. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова